Приветствую! Мобилизация в Украине продлена, военное положение в Украине продлено, как мы с этим будем жить и главное, а что делать с отсрочкой, как ее продлевать? Вот об этих вопросах мы сегодня с вами и поговорим. А начнем мы с такого небольшого вот замечания, наблюдения даже я бы сказал, как быстро могут работать депутаты. Вот особенно, когда касается законов, вот не тех, которые нас радуют, а тех законов, которые нас абсолютно не радуют. Ну вот вы только подумайте. Президент Украины Владимир Зеленский только вчера внес в Верховную Раду два законопроекта. Это законопроект 12.151 и законопроект 12.152. Соответственно, о продлении срока мобилизации в Украине и о продлении срока военного положения в Украине. А уже сегодня депутаты проголосовали. То есть там, по сути, я не знаю, сутки хотя бы прошли с момента внесения до момента голосования. Я не знаю, когда так быстро работают вот над законопроектами, которые людям нравятся. И, друзья, вот поймите меня правильно, я сейчас не хочу их обвинять в том, что они виноваты в том, что принимаются такие законопроекты про мобилизацию, про военное положение. Понятно, это не их вина, вина совсем другой страны. Но вот мне хочется, чтобы те законопроекты, которые людям нравятся, они вот так быстро принимались. Про льготы какие-нибудь, про снижение налогов, чтобы это быстро проходило. Но нет, там совсем другая история. Там спорят, дискутируют депутаты. И все это затягивается надолго. А здесь все очень быстро. Но ладно, это такое лирическое отступление, скажем так. Теперь перейдем по сути. Законопроекты приняты. И 12-151, и 12-152. Военное положение продлено. Мобилизация в Украине продлена. Это уже как свершившийся факт. Понятно, там еще осталось подписать сейчас главе Верховной Рады, передать на подпись президенту и опубликовать эти законы. Я думаю, ни у кого сомнений нет, что это пройдет сейчас очень быстро. И, соответственно, что это значит для нас, как мы дальше будем жить. А, собственно говоря, так же. Обращаю ваше внимание, что вот эти законопроекты, они не изменяют законодательство о мобилизации, за исключением лишь того, что они продлевают срок мобилизации. Все. Никакие правила мобилизации не меняются. Никакие правила предоставления отсрочек не меняются. Больше ничего не меняется. Ни правила выдачи повесток. Ну вот вообще ничего. Тот же самое и с законом, который продлил срок военного положения. Только лишь продлен срок и больше ничего. В целом, остальном законодательство Украины о мобилизации остается прежним. Естественно, прежними остаются и все ограничения. Да, мы знаем, что Конституция Украины разрешает во время военного положения вводить определенные ограничения. И, соответственно, они уже введены. Мы с ними постоянно сталкиваемся с вами. И вот их действие будет продолжено. Естественно, ну мне по меньшей мере думается, что будет продолжена и активная работа по привлечению людей в ряды ЗСУ. Да, то есть я имею в виду, что будет активная работа идти по рассылке повесток. То есть здесь опять же вряд ли что-то изменится. То есть проверки документов на улицах, в каких-то заведениях, на каких-то мероприятиях. Все это продолжится, поскольку вот эти законы, опять же, они на это не влияют. Просто мы продолжаем то, что есть. Мы, по сути, статус-кво сохраняем. Соответственно, мы продолжаем, напомню, носить с собой документы. То есть эта обязанность, она у нас есть, никуда не делась. Мы ее за собой знаем. Дальше. Да, здесь хочется сказать, вот кто-то сейчас наверняка уже пишет в комментариях, вот что ты там рассказываешь нам про обязанности, про все. И, друзья, вы думаете, мне нравятся обязанности? Ну вот честно, ну давайте. Вы что, глядя на меня, думаете, что я психически нездоровый человек? Мне кажется, любому нормальному человеку никакие обязанности не нравятся. Ну вот никакие. Мусор даже выносить мне дома не нравится. Но на то она обязанность. Попробуй мусор не вынести. Вот. Что будет лучше и не знать вообще. Ну я к чему? Что то, что я вам об этом рассказываю, это не значит, что мне нравится. Что я там прям все обязанности, которые у нас есть, поддерживаю. Да, мне тоже хотелось бы жить, как и многим из вас в мире, где у меня не будет никаких обязанностей, а только будут права. Но мы живем в том мире, в котором мы живем. К сожалению, у нас в этом мире есть обязанности. И моя задача просто вас уведомить об этом. И уведомить я почему хочу? Потому что очень часто есть мелкие, незначительные обязанности, которые проще выполнить, чем не выполнить. Потому что в случае невыполнения человек привлекается к юридической ответственности. И вот тут вот моя задача уберечь человека от этого. Но давайте переходим, что-то я затянул, к вопросу отсрочек. Что делать с отсрочками? Как только вы увидите новость о том, что президент подписал вот эти законопроекты о продлении мобилизации и военного положения, и они опубликованы, вы в принципе уже можете отправлять документы на продление отсрочки. Что я имею в виду подотправлять? Если вы оформляли отсрочку, то в принципе продлить ее можно даже по почте. Даже, я имею в виду, даже в тех ТЦК, которые не дают отсрочку по почте. Но, вот как показывает практика, с которой мы еще в августе месяце столкнулись, те ТЦК, которые отказывались давать отсрочку по почте, продлевать отсрочку по почте, они соглашались вообще без проблем. Поэтому, какая рекомендация? На сегодняшний день вы... Давайте, сейчас я вам скажу, я посмотрю, когда это лучше сделать. Ну, вот я думаю, что с 4 ноября вы уверенно можете отправлять документы в ТЦК по почте. Какие это документы должны быть? Следующее. Первое. Это должна быть заява на оформление отсрочки. То есть, та заява, которую вы подавали первый раз. К ней вы прикладываете документы. В этот раз нотариально заверять не нужно будет вам уже. В принципе, вот по опыту августа мы знаем, что простые копии ТЦК нормально вообще принимают, когда речь идет о продлении отсрочки. Там вообще ни у кого проблем с этим не было. И, собственно говоря, еще как вариант, как запасной вариант, подайте заяву на продление отсрочки. Потому что мы сталкивались в августе, что есть ТЦК, которые говорят, давай заяву на продление отсрочки. Образец такой заявы я размещу по ссылке под этим видео. Ну, эта ссылка будет в телеграм-канал ввести мой. И она прямо будет ввести на тот пост, на сам файл, где вы можете получить эту заяву. Она абсолютно бесплатна. Вы ее качаете, вписываете туда свои данные и отправляете. При этом, да, я думаю, что лучше, лучше будет, если вы отправите две заявы. Потому что какие взгляды в вашем ТЦК мы не знаем, да, и чтобы не затягивать эту процедуру, две заявы вы положили, это ничего вам не стоит дополнительных расходов, да. Вы ее бесплатно скачали у меня. Ну, по почте, конечно, может, там 3 копейки каких-то добавят вам за то, что дополнительный листик есть. Ну, и, собственно говоря, все. И отправляете это, естественно, с описью вложения, с уведомлением о вручении. И дальше просто мониторите свой резерв, смотрите, когда появится продление отсрочки. Ну, и напомню, мы, конечно, все надеемся, что министерство сделает нам автоматическое продление отсрочек. Но пока этого не сделали. Пока никакой такой возможности нет. Как и подать отсрочку через Абарих, через резерв, тоже такой возможности нет. Друзья, все. На этом все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok